приветствую сегодня хочу вас познакомить с таким вот интересным ножом от компании гельбер нож производится с лейхотипом бирогрилса значит от себя я скажу что нож никогда но не использовался и думаю что в ближайшем будущем также не буду его использовать нет не потому что он плохой а потому что мне уже сложилось некоторое впечатление моих походных ножах они себя прекрасно зарекомендовали я думаю что еще еще не скоро их поменять на что нибудь другое значит этот нож я так сказать приобрел целях ознакомления значит в одно время меня заинтересовало реальный ли этот нож для выживания или может быть просто это маркетинг выхода компании гельбер значит это видео хочу стать во первых для тех кто все-таки заинтересовался покупка этого ножа чтобы после приобретения этой версии ножа у вас не осталось никаких там неприятных сюрпризов значит в этом видео попробую нам но насколько смогу детально показать и давайте пожалуй начнем с ножа ножны у нас изготовлены из нейлона может быть есть какое-то более другое точное название этого материала я к сожалению его не знаю ножны у нас пошиты таким образом что мы можем носить эти ножны как в горизонтальном так и вертикальном положении вот эти вот две лямочки это для крепления насколько я понимаю для молли мы сможем наш чехол носить как на разгрузке так и на розыке кто хочет носить этот нож на ремне есть также обычное крепление для вертикального ношения но имейте ввиду что ширина вот это вот крепление для ремня всего 6 сантиметров то есть широкий широкий ремень сюда никаким образом не пролезет даже вижу что реального места здесь 5 половиной сантиметров свободного значит дальше что можно сказать ножны у нас прошиты двойным швом это конечно не может не радовать имеем такую табличку подтверждающую что наши табличку лейбл что наши ножны изготовлены в китае такая вот оранжевая подсказка посылать знаки значит на помощи ему будет интересно поставьте на паузу это выучите хотя я думаю это актуально для европы и для запада так как я думаю если у нас например кропатах вы будете такие знаки послать какие-нибудь проходящими мимо туристам они быстрее всего вас испугаются ладно перейдем дальше тоже значит нож фиксируется мне нужно фиксируется на трех точках это рукоятка середина и начало можно сейчас вам покажу как все разбирается вот и все освободили на чехол от наших ножек значит что мы имеем имеем вот такой вот такое вот крепление прошита здесь довольно таки все качественно обратите внимание на все швы прострочены не один раз я думаю что в скором будущем это все оторвется целом довольно таки качественность и также здесь прошита видно крест-накрест плюс два дополнительных какие громадных шва неплохо вот в общем гляньте еще раз на этот это крепление перейдем пожалуй дальше в общем думаю все пойдем дальше вот значит что у нас представляет собой ножны имеется отверстие для слива имеется алмазный брусок для заточки так предполагаю радусов 30 нет здесь на радусов на 30 из радусов на 20 значит алмаз здесь гритность я уже пальцами ничего не чувствую ну примерно здесь я думаю что-то средненькое еще свое время мне волновала эта мысль что во время заточки нашу убитая кромка налетит на один из этих винтиков и вообще окончательно добьем когда посмотрел более детально все я заметил что винтики закручены довольно таки неплохо и можно как бы не бояться того что наша режущая кромка на один из этих винтиков значит я это делал хочу еще пробовать все полностью разобрать посмотреть насколько это все разбирается значит ну поехали дальше здесь мы имеем вот такое трусическое гнило крепится довольно таки неплохо здесь крепится она с помощью вот таких вот ушек плюс дополнительно здесь кольцо из резины и дать для более лучшего сцепления также мне еще понравилось здесь есть отверстия которые с помощью которой мы можем дополнительно зафиксировать наше гнило потому что вытащить его отсюда можно но все же можно я думаю что если мы где-то за траву зацепимся или за ветку мы можем огнило это потерять значит вот вот это вот крепление думаю просто вам можно привязать сюда и все никуда мы не потеряем значит по огнило огнило у нас довольно таки тоненькая подразумевается бы как-то прикосновенный запас если что-то случилось допустим с нашими вещами или мы их потеряли или не промокли нас будет такое дополнительно огнило значит вы видите уже следы использования я его использовал искра летит неплохо довольно таки огонь разжечь можно значит так вот огнило у нас довольно таки удобно сидит в руке ничего не скажешь нормально пойдет лучше чем ничего значит здесь мы еще на ниве имеем такую значок так понимаю пламя вот принципе по нужно все хочу еще посмотреть крепление нашего ножа можно значит производится на с помощью вот этого вот это его завышенности плюс еще нужных есть по бокам здесь железные такие вставочки и здесь мало свет их плохо видно но вот на близко то значит в общем она находится здесь и с другой стороны это дает дополнительной и дополнительную фиксацию нашего ножа можно нужно фиксируется нож фиксируется можно довольно таки неплохо но нужно выемки тяжелый но под своим весом оттуда вытрусить сложно значит крепится он следующим образом давайте посмотрим то есть если вытащить нож просто так выходит очень трудно если мы отгинаем пальцем вверх наш замок нож выходит довольно таки плавно нравится он фиксируется довольно таки неплохо но при правильном вынимание клинка из ножен выходит довольно таки плавно ну и довольно таки тихо нет никаких щелков ни щелчков ничего что может испугать например дичь или еще что-нибудь вот значит с креплением мы тоже уже разобрались еще раз взглянем на наши ножны и перейдем к самому ножу пожалуй нож значит нож общая длина 25 сантиметров 12 сантиметров клинок и 13 сантиметров рукоятки значит на первый взгляд кажется что нож full tank цельнометаллический но на самом деле это не так я видал в интернете фотографии вы тоже можете найти где парень разрезала наш рукоятку и с конструкция ножа заканчивается здесь то есть чему я веду то что вот это вот навершие ножа она имеет свое независимое крепление значит также поставили ножа и вам ничего сказать ему потому что информация очень разная не встречал и 7 ся артенация movie я встречал что-то написано высоко и родистая стали также видел что это написано нержавеющая сталь и даже встречал такие марки стали к 440 си на этих ножах чему верить я как бы не знаю значит опуху нас я не сказал четыре с половиной сантиметров миллиметра извиняюсь также вот здесь мы можем заметить такую вот такой вот пропил это не косяк обработки для того чтобы высекать из-за изогнилой искру работает довольно таки хорошо угол довольно таки острый также здесь мы еще видим также этот значок этого пламени это видать для самых одаренных людей чтобы они догадались как это использовать значит что еще видим здесь такие вот есть отверстия это значит и отверстия не просто в пластике если присмотреться там видно железная конструкция то есть этой дырки сделаны нашему клинке они только в пластике значит для чего эти дырки не нужны нужны и не знаю можно только подключить наше воображение лично что мне приходит первым на ум это перелезать этот нож и к палке сделать из него копию либо какой-нибудь гарпун значит ну что еще не сказал по ножу это то что здесь есть это не просто такая клипса это свисток довольно таки звонки значит по рукоятке рукоят у нас такая экономичная она прорезинена сцепление рукой просто шум сумасшедший должен даже думаю что если рука будет мокрым и при большом желании не за только может этот клинок выронить сцепление просто сумасшедшая значит единственное что рукоятка да она довольно таки длинная для людей с широкой ладони от нож тоже подойдет единственное что мне не нравится это то что она немножко узкая значит здесь самое широком месте на один сантиметр 7 миллиметров и здесь она 1.4 здесь она тоже 1.4 думаю что при тяжелой какой-то работе может надавить довольно таки прилично нашу нашу руку ладонь но нож как видите предназначен для такой тонкой работы в основном нож будет использоваться как лом резать в принципе тоже может благодаря серрейтору то есть любить какую-то деревяшку разрубить ее ковырнуть что-нибудь разломать принципе этот нож для этого мне это кажется предназначен значит давайте еще взглянем на качество изготовления ножа ну вроде все симметрично сделано довольно таки неплохо ну вроде бы качество довольно таки не сильно страдает принципе не очень она и страдает здесь в этом случае таких явных косяков незаметно на первый взгляд зовут навершия не знаю либо отбивные делать из мяса гвозди не стал бы забивать так как можно нанести себе довольно таки неплохую травму не знаю медведя какого-нибудь гималайского что-ли лупануть но ребята принципе все что я хотел вам рассказать об этом ножи в принципе вроде бы ничего не забыл вес ножа да единственное что я не сказал вес ножа я лично его не смогу сам взвесить ни на чем вот уже в третьей сайде нахожу что этот нож весит без ножен 317 грамм 51 грамм значит насколько достоверная информация я не знаю нож нож но и не сказал бы что он очень тяжелый ну и принципе еще осталось собрать на место то что он здесь разобрал я думаю видео будет на этом снятым есть и и и и и ну в общем такая продукция у гербера значит но довольно таки интересно как видите довольно таки качественно все сделано цена разная что-то время около 50 долларов значит ищите может что дешевле найдете в этом принципе все пока